Бой усиления Дамшталь в Моравии, также Дамштеттель, ныне Дамасов Чехии, бой в ходе Семилетней войны, состоялся 30 июня 1758 года между 14-тысячным прусским отрядом во главе с генералом фон Цитином и 15-тысячным австрийским отрядом, возглавляемым генералами Лаудоном и Сисковцем. Бой закончился поражением пруссаков. Австрийцам удалось захватить охранившийся Цитинома босс с боеприпасами, направлявшийся к осаждавшему Альмиутс корпусу фельдмаршала Кейта. В результате осаду Альмиутса пришлось снять. Русские войска были вынуждены уйти обратно в Селезию. Их весенний-летний поход в Богемию Моравию завершился безрезультатно. За этот успех Лаудон был произведен в фельдмаршала лейтенанты. Весной и летом 1758 года 8-тысячный корпус генерала Лаудона составлял авангард армии Дауна в Моравии и Богемии имел задачи действовать против коммуникаций противника. Генерал Лаудон, имевший большой опыт так называемой «малой войны», успешно справлялся с возложенной на него задачей, заставляя самого Фридриха отвлекаться на борьбу с диверсиями его отряда. В июне австрийская разведка получила сведения о большом транспорте, направленном из Циттаупрусакам, осаждавшем Альмиутса и испытывавшем уструю нехватку боеприпасов. Лаудон выступил навстречу, устроив засаду на дороге следования обоза в районе Гундерсдорфа в Чехии. Генерал-майор Барон Сисковиц со своим корпусом следовал за Лаудоном, составляя прикрытие. Первая схватка с конвоем обоза, насчитывавшего 4000 подвод, закончилась 28 июня поражением австрийцев. Потеряв 566 человек и одно орудие, Лаудон был вынужден отступить при известии о приближении гусаров Циттина. Прусаки также понесли серьезные потери. Многие подводы были повреждены или взорваны, лошади перебиты, возницы разбежались. Прибывший Цитин, взявший на себя теперь командование конвоем, первым делом должен был отрядить своих гусаров на поиски возниц по соседним лесам и селениям. Полтора дня понадобилось прусакам на устранение повреждений, прежде чем они смогли вновь двинуться в путь. В это время Лаудон соединяется с Сисковцем и вместе они организуют новую засаду у Дамштадля. Пропустив мимо себя приблизительно 4000 человек конвоя, Лаудон дает сигнал к атаке, на сей раз атаке сопутствует полный успех. Лаудон берет в этот день 650 пленных, среди них одного генерала Сисковиц. Тысяча пленных австрийцы захватывают 14 орудий. Потери прусаков убитыми и ранеными составляют примерно 2500 человек. Сам Цитин едва не погибает в этом бою. Из-за боза в 4000 подвод прусакам удается довести до цели лишь 200 подвод. Тысяча они вынуждены сами взорвать во время бегства, остальные достаются врагу. Австрийцам победа достается также высокой ценой. Потери Лаудона превышают 1000 человек.